Жители Якутска требуют пролить свет на строительство 12-этажного дома в центре столицы. На улице Петра Алексеева, рядом с площадью Арженихидзе, начали возводить многоэтажный дом. Все бы ничего, но с самого начала работ объект принес множество неудобств своим соседям. А в будущем они боятся, что исполин полностью отгородит их от солнечного света и в целом нарушит право на комфортные условия проживания. Насколько оправданные опасения жильцов узнавала Сыргалана Захарова. Строительство дома на Петра Алексеева-2 успело вызвать уже немало шума. Жильцы соседних домов не на шутку, взволнованы размерами объекта. 12-этажный исполин может стать высокой стеной перед уже существующими малоэтажными зданиями, закрывая их от и без того скудного северного солнца. И проблема не только в этом. Негде будет поставить машины. Опять начнется те же проблемы, что в Москве. Ставят просто на дорогах машины, загораживают проезды. Ни скорая помощь не подойдет, ни пожарная, ни другие службы, ни просто жильцы не выйдут куда-то. Проблема с парковками растет вместе с объемами строительства. Компактное расположение многоквартирных домов вынуждают уже живущих на этой территории людей и новых жильцов ставить свои машины где получится. Об этом говорят и в госавтоинспекции. С 2011 года, когда мы пришли от милиции и полиции, это функции согласования, строительство каких-то объектов, согласования, заезды, выезды, парковки, стоянки убрали от нас. На сегодняшний день с нами никто не согласен. С некоторых пор экспертиза исключила участие не только сотрудников правоохранительных органов. Проекты могут проходить проверку в частных организациях. С этим столкнулись и в нашей ситуации. Застройщик дома Якутскстройсити якобы утвердил документы у специалистов одной из московских компаний. Однако инициативные жители поставили под сомнение подлинность подписи. И как оказалось, не зря. Мы попробовали это проверить. Оказывается, это очень просто. Можно найти через интернет этих специалистов. Мы нашли, вышли на них наши представители. И оказалось, что эксперты не подписывали, никаким образом с компанией Академик экспертизы не взаимодействовали. Сегодня в этой ситуации разбирается прокуратура. Ужалить свет на ситуацию мы попросили главного архитектора города Ирину Алексееву. В конце 2015 года мы объявили открытый архитектурный конкурс. Наши рекомендации застройщиками были в целом проработаны. То есть это в первую очередь необходимое количество парковок. Это, конечно же, само собой дворовые площадки. И открытые стоянки для того, чтобы люди могли использовать по назначению эти объекты. Конкурс «Иправда» проходил год назад. Он освещался не раз в средствах массовой информации. С населением градостроители тоже встречались. Но здесь у каждой стороны есть своя точка зрения. Власти говорят, что проект население одобрило. Но жильцы утверждают обратное. Возмущенный владелец части земли, на которой обосновалась стройка. Как казалось, она захватила участок, принадлежащий одному из столичных предпринимателей. В 2012 году он отсудил ее у местных властей, но так и не смог ей воспользоваться. В 2012 году мы подали заявку на участок, выделили свободный участок. Нам отказали, конечно. Мы подали жалобу в суд. Первая инстанция отказала. Ну, ЧИТА вынесла решение предоставить. Это было в 2012 году. И все эти годы мы никак не могли исполнить это решение арбитражного суда. Вызывает беспокойство еще и то, что строительство ведут в непосредственной близи от четвертого магазина, который стал визитной карточкой старого города. Ветхое здание, по мнению жителей, может не пережить масштабную стройку. Во что выльется противостояние нового Якутска со старым, покажет время.